Дорогие друзья, как вы знаете, остеопатия направлена прежде всего на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но при этом наша работа может давать хороший результат и при других заболеваниях. При этом это не значит, что мы их лечим. Это значит, что мы устраняем те влияния, которые оказывает смещенная кость, зажатая мышца на нерв или сосуд. И органы, которые зависят от работы этого нерва или сосуда, начинают работать лучше. Как пример, давайте поговорим о гипертонии. Достаточно часто встречается гипертония и встречается в большинстве случаев, когда явной причины не выявляют. У человека как бы здоровое сердце, здоровые почки, здоровые надпочечники, щитовидная железа, хороший гормональный уровень. И врачи не могут определить явную причину этой гипертонии. И вот в этих случаях мы можем быть достаточно эффективны. Но вы скажете, каким образом связано сердце, повышенное давление и работа с черепом? На самом деле связь достаточно прямая. Сердце получает два типа нервных стимулов. Одни стимулы усиливают его работу, повышают артериальное давление, учащают сердечные сокращения. Второй тип влияний урежает сердечные сокращения и снижает артериальное давление. Первые влияния называются симпатическими, вторые парасимпатическими. И мы с вами живем в балансе этих двух влияний. Когда-то, когда мы в опасности или нам нужно куда-то торопиться, активизируется симпатическая система, повышается давление, учащается пульс. Когда мы отдыхаем, активнее парасимпатика. И сердце урежает работу. И когда нарушается баланс, вот тогда и возникают проблемы. Чаще баланс нарушается в сторону усиления симпатических влияний. Да, конечно, у нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Определенные нервные образования, верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу. И за счет работы этих узлов стимулируется работа сердца. И если в результате травм родовых, приобретенных, смещаются кости, напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются и дают больше стимулов к сердцу. Поэтому оно сокращается чаще и быстрее. Поэтому повышается артериальное давление. Весьма часто происходит, когда пациенты с гипертонией, которую они до этого безуспешно лечили и пытались снять, и у них это не получалось. На фоне лечения через месяц, два, три, полгода, мы замечаем, что артериальное давление у них постепенно снижается. Поэтому, дорогие друзья, если у вас отмечается повышение артериального давления, и вы не можете найти его причину, то наиболее эффективным способом будет обратиться к остеопату. Если у вас есть вопросы по этой теме, пишите в комментариях. Там же вы найдете ссылку на другие актуальные ролики. И подписывайтесь на наш канал.